Согласны ли с народным депутатом те, кто вынужден выживать в оккупированных городах? Послушайте сами, что говорят жители Луганска и Донецка. Мы с ними связываемся уже не первый месяц. Принад времени раздаются артиллерийские выстрелы. В некоторых микрорайонах нет электричества, не работают стационарные телефоны. В городе по-прежнему очень тяжелая ситуация с лекарствами, особенно такими специфическими, как инсулин. Мы, например, провели последние две недели, перемещаясь в поисках инсулина от аптеки к аптеке. У нас оставалась одна единственная украинская программа такого развлекательного содержания, фильмы, мультфильмы, энтерфильм. Но с вчерашнего дня ее не стало, и висит большая заставка, что, дескать, по решению Совета ДНР, все телепрограммы, издаваемые на территории Украины, их вещание производиться не будет. Появились упорные слухи о том, что с 15 января у нас исчезнет вся мобильная связь украинских операторов. Среди молодежи такие небольшие волнения. Волнуются, что в Новый год будет продолжать действовать комендантский час до 10 часов. Ребята переживают, что практически мы будем сидеть по домам, как всегда. И тихо, в каждом своем доме есть свой оливье. Сейчас в городе очень сильно стреляют. Непонятно, с какой стороны. Ощущение, что стреляют в городе. Есть одиночные выстрелы из тяжелого оружия в виде танка, возможно, в виде пушек. Есть и автоматные очереди. По-прежнему остается проблема отсутствия финансирования с какой-либо стороны. Пенсию получали, к сожалению, пенсионеры только лишь один раз. Верплату выплачивались тоже от силы два раза. Самая главная проблема, что сейчас есть, это отсутствие работы банковской системы. И непонятно, что будет с пенсиями, пособиями. Очень сложно. Пенсионерам было сложно и в лучшие времена. А в настоящий момент, я думаю, что они просто на грани выживания поставлены. Не знаю, как им удается выживать.